Сегодняшняя тема. Симптомы отравления змеиным ядом зависят от вида змеи, ее размера, количество яда, а также от места укуса, очень опасны укусы в голову, шею и укусы с повреждением крупных сосудов, когда яд поступает в общий кровоток и быстро развивается тяжелое отравление, нередко заканчивающийся летальным исходом. В первые минуты в зоне укуса появляется местное покраснение, отечность, местное кровоизлияние, синяки, боль. Кровоизлияние распространяется вверх и вниз от зоны укуса, усиливается отек, кожа принимает багрово-синюшный оттенок, возможно образование на коже пузырей со светлым или кровянистым содержимым. В зоне укуса образуются некротические язвочки, ранки от укуса могут длительно кровоточить. В пораженной конечности развивается лимфангит с поражением подмышечных или паховых лимфоузлов. Часто возникает слабость, тошнота, головокружение, возможно носовое или желудочно-кишечное кровотечение, нарушение сердечной деятельности и развитие почечной недостаточности. Температура тела повышается, затем понижается, развивается токсическая нефропатия с появлением следов крови в моче, свежих эритроцитов, на месте геморрагических пузырей могут образоваться участки омертвевшей ткани, понижается давление, проявляется спутанность сознания, бред. При укусах змей повреждаются кровеносные сосуды не только в зоне поражения, но и во всех внутренних органах, легкие, печень, почки, селезенка, головной мозг, где также обнаруживается отек тканей и множество мелких кровоизлияний. Укус ядовитыми змеями детей еще более опасен, потому что в сравнении со взрослым количество яда, попавшего в организм, оказывается большим в процентном соотношении, а кроме того, функциональные системы и органы у них еще окончательно не сформированы, а значит под воздействием яда быстрее нарушается белковое, водное, электролитное равновесие, изменяется кислотно-щелочной баланс и формула крови. Первая помощь требуется срочно создать условия для обездвижения пораженной ноги, руки, чтобы замедлить распространение яда и вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить пострадавшего в клинику, в которой могут ввести противозмеиную сыворотку. При этом пострадавший должен находиться в положении лежа, ноги, руки, должны быть обездвижены с помощью шины или подручных средств. Категорически запрещается прижигать места укуса, обкалывать их любыми препаратами, перетягивать ноги или руки жгутом, всасывание яда будет проходить через глубокие костные вены, а длительная перетяжка конечности усугубляет первичное повреждение и способствует соединению яда с продуктами метаболизма тканей, в итоге после снятия такого жгута состояние резко ухудшается. Употреблять алкоголь, он ускорит процесс всасывания и силу токсического действия яда. В ожидании врача пострадавшему необходимо обеспечить полную неподвижность, яды змеи распространяются по организму в основном через лимфатическую, а не кровеносную систему, при отсутствии движения отток лимфы слабой. Ходить или сидеть пострадавшим нельзя проявляться действие яда, возникают головокружения, головная боль, тошнота, рвота, обморочное состояние. В первые секунды после укуса желательно выдавить первую каплю яда, широко захватив место укуса в складку, быстрым нажимом выдавить из ранки каплю жидкости, после чего ранка становится зияющей и из нее можно высосать ртом серозную или кровенистую жидкость. В течение первых 10 минут после укуса имеет смысл отсосать яд ртом или с помощью маленькой банки или пузырька. Создайте разряженное пространство в полости банки, поднеся пламя, и быстро наложите банку горлышком на рану. Хорошо бы сделать это вакуумными экстракторами, но обычно их под рукой не оказывается. Отсасывание ртом и проглатывание яда змей не представляет опасности, поскольку его нейтрализует желудочный сок. Но если во рту есть ранки или ссадины, кориозные зубы или гингивит, пародонтит, с кровоточивостью десен, делать этого ни в коем случае нельзя. В любом случае после отсасывания яда необходимо тщательно прополоскать рот. Отсасывать яд можно и через кожные разрезы. Их делают, пересекая отметки змеиных клыков, параллельно вдоль туловища, вертикально, но ни в коем случае не поперек, при этом разрез не должен проникать глубже подкожно-жировой клетчатки. Кожа вокруг раны обрабатывается спиртом, зеленкой, йодом или водкой. Не очень туго накладывается стерильная повязка или лейкопласты. Необходимо побольше пить, вода, чай, кофе, для удаления змеиного яда из организма, через почки, потовые железы. Пострадавший экстренно госпитализируется в зависимости от тяжести поражения либо в токсикологическое отделение стационара, либо в отделение реаниматологии. Как предупредить укус змеи? Отличить ядовитое присмыкающееся от неядовитого при встрече с ним непросто. Поэтому любую змею необходимо считать потенциально опасной. Лучшее средство самозащиты – резиновые или кожаные сапоги. Зубы у змей очень хрупкие и легко ломаются при проникновении через плотную кожу или резину. Даже обычные плотные шерстяные носки могут в определенной степени защитить от укусов. Змеи не агрессивны и беспричинно не нападают на человека. Они кусают, когда их потревожишь случайно и неожиданно для самого себя. Поэтому наиболее надежная, верная защита от укусов – это соблюдение осторожности там, где водятся змеи, то есть надо просто внимательно смотреть под ноги и по сторонам. Особенно осторожным надо быть ночью, когда змеи ведут активный образ жизни. Не ловите змеи и не играйте с ними, даже если они малы размером и выглядят вялыми. Будьте осторожны с мертвыми змеями, у некоторых из них яд долго сохраняет свои свойства, столько что отрубленной головой змеи, она некоторое время сохраняет активность. Случайный укол ядовитым зубам может вызвать отравление. Чем опасен яд гадюки, читайте здесь после зимовки гадюки появляются на поверхности земли обычно в апреле, мае. Новое потомство появляется в августе. Молодые гадюки рождаются длиной 17 см и уже ядовиты. Летом их можно встретить в норах, гнилых пнях, кустах, расселинах. Часто они греются на солнце. При встрече с человеком змея пытается скрыться, но если чувствует угрозу, занимает активную оборону, шипит, совершает угрожающие броски и наиболее опасные броски-укусы, которые провоцируются движущимся объектом. Прежде чем напасть змеи предупреждают противника, раздраженный щитомордник мелко трясет кончиком хвоста, гадюки, угрожая броском, свертываются тарелочкой, зигзагообразно выгибают переднюю часть тела, сильно шипят. Если вы увидели змею рядом с собой, замрите, дайте ей возможность уйти, если змея предупреждает о том, что готова к укусу, отступите медленно назад. При этом не делайте резких, пугающих змею движений, не выставляйте, защищаясь вперед руки, не разворачивайтесь к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте от встретившейся змеи, можно наступить на незамеченную другую. Принимайте решение спокойно и обдуманно опасно не та змея, которую вы видите, а та, что не обнаружено. Ирина Донцова